День добрый, меня зовут Александр Прохоров. Меня пригласили в вашу столь известную, уважаемую, интересную организацию поговорить с вами о русской модели управления. Эту книгу, кстати, вы издаёте, это уже девятое издание этой книги. Ну вот, пока последняя. Книга, надеюсь, с вашим изданием будет более известна, чем предыдущая. И хотя я издавал журнал «Эксперт», «Эксмо» и прочее, она переведена на английский, переведена на французский, но тем не менее самые известные издания – это ваши пока. Чаще ссылаются на ваши издания. Я рад вас видеть. У нас свободный режим работы, меня можно в любой момент прерывать своим вопросом, возражением, примером, соображением на ту или иную тему. Мы можем переговорить. Кому надо выходить, выходите, кто придёт, пусть придёт, дело жутейское. Какой режим работы вы предпочитаете? Я могу рассказывать, показывать слайды, могу сразу начать отвечать на вопросы. Как лучше? Что? Рассказывать, да? Хорошо. Но в любой момент вы говорите, когда перейти в другой режим. Если я буду говорить слишком быстро, приостанавливайте, слишком медленно, торопите и громкость также регулируйте. Я этой акустики не чувствую. Итак, мы поговорим о русской модели управления. Почему она существует и существует ли вообще? Традиционно считается, что управление, классический менеджмент, это штука осмысленная в американских школах бизнеса, уже почти 100 лет как осмысленная, и считалось, что вообще есть одна правильная для всех случаев жизни модель управления, то есть американская. Переводили учебники, и весь мир по ним учился. И продолжалась эта штука почти 100 лет, пока вдруг не обнаружили, лет уже, наверное, 40-35-40 лет назад, что очень уж хорошо работают японцы. Японские предприятия по всему миру экспансию проводят, а работают как-то не так, как по учебникам американским положено. Стали изучать управление в Японии и вынуждены были с удивлением признать, что, оказывается, у японцев модель управления другая. Очень много на эту тему написано, классики есть, имена себе сделавшие. И пришлось признать, что существующая научная, то есть американская модель управления, не единственно возможная эффективная модель. Ну а уже раз дверь приоткрыли, стали изучать и другие модели. Хотя канонические модели хорошо описаны, это вот американская, японская, всё остальное в стадии, так сказать, более-менее изучения, но уже признано, что существует. Русская модель управления, термин введён в 2002 году, это первое издание книги 2002 года, журнал «Эксперт». Я не сомневаюсь, что она существует, да, в общем, сейчас с этим не особо и спорят. Потому что любая крупная страна или группа стран, у которых есть своя культура, свой менталитет, свой образ жизни и способ управления тоже свой. Бессмысленно спорить, хороша она или плоха, потому что все те модели управления, которые пережили столетние сложности, а некоторые и тысячелетние до сих пор выжили, уже автоматически они чемпионы. Потому что был жестокий, естественный и искусственный отбор. Те страны или группы стран, те цивилизации, где модель управления была неадекватна, они не существуют более. Те, кто выжил, они уж точно эффективны. Просто они переживают периоды, когда их те или иные стороны выгодны или невыгодны для этой стадии развития. Скажем, вот китайская система управления, ну уж куда эффективнее, ей 3,5 примерно тысяч лет, ну может быть 3 с чем-то ещё. Она чрезвычайно эффективна. На протяжении большей части истории человечества, в письменной истории, китайцы где-то половину мирового ВВП производили, где-то половина всей мировой культуры, по весу это Китай был. Всего лишь 200 лет назад они стали отставать, 200 лет назад на душу населения в Европе делалось меньше продукции, чем в Китае, на душу. А это уж период парламентской демократии, французской революции. Сто лет у китайцев ушло на осмысление, что мы понятие, что мы оказывается отстаём, и сто лет они искали, как встроиться. Вот встроились теперь. В России тоже сейчас период не лучший, наша модель неадекватна реалиям, нынешним реалиям. Вот будем как китайцы искать, как встроиться. Ну куда денемся, встроимся. В чём особенности русской модели управления? Чем она отличается от других наиболее распространённых и адекватных известных моделей управления? Во-первых, самая главная особенность, то, что наша модель управления, наша система управления попеременно существует в двух различных, прямо противоположных по стилю и по смыслу режимах. В некоторые годы наша система управления пребывает в режиме застойном, стабильном, а в некоторые годы она пребывает в режиме кризисном, нестабильном, аварийно-мобилизационном. Классический пример нестабильного кризисного режима это периоды реформы Ивана Грозного, периоды модернизации Петра Первого, периоды большевистской индустриализации, коллективизации, периоды лихих 90-х ельцинских реформ, это периоды, когда осваивается что-то новое. А другие противоположные по смыслу периоды, застойные, стабильные, это периоды, когда принципиально ничего нового люди не делают, а количественно растёт всё. Строят заводы, богатеют население, распахивают землю, приобретают имущество, жигули, кооперативы и так далее. Ничего нового не происходит. Осваиваем, богатеем, живём, размножаемся. Точно так же и на уровне отдельного предприятия, отдельного учреждения, отдельной фирмы можно проследить те же самые этапы. Периоды стабильные, когда фирма растёт, ничего нового не осваивая, и периоды нестабильные, когда осваиваются, там приходит новое начальство, меняется состав акционеров, разгоняют начальников, пытаются что-то новое освоить, новые технологии, кадровые обновления, а потом снова стабильность. И в жизни каждого отдельного человека тоже можно найти периоды у нас, когда он ничего нового не делает, живет спокойно, и периоды, когда он интенсивно что-то из себя выжимает, какие-то новшества, стреляет много работать, осваивать. Любой в себе такой найдет. Вот как студент, он семестр ни черта не делает, сессию пашет и выполняет тот объем работ, на который полгода предназначен. Как наши строители работают за последний квартал, выполняя больше полугодового объема работ, ну и так далее. Это наша норма жизни. Также и в любой сфере, как войны выигрывают, уже почти проигранные в последний момент, как все остальное спасают. Чем различаются? Примеры стабильного, застойного периода, они характерны. Это период, скажем, первых Романовых, 17 век после смутного времени, это период царствования Николая I, или период Александра III, Николая II, самый долгий застой в истории России, или, скажем, период Брежневского застой, в который я вырос, или годы путинской стабильности, вот сейчас заканчивающийся на наших глазах период застой, стабильности. Это тоже периоды стабильности, застоя. Ничего же нового сейчас не происходит, каковы признаки этих двух режимов? Стабильный, застойный период. Во-первых, подавляются конкурентные отношения в экономике, в политике, везде, даже в эстетике не допускаются конкуренции. Мы это знаем на примере Брежневского периода, когда плановой экономикой все газеты редактировал лично Суслов, второй человек в партии, или периоды, начавшиеся в нулевые годы с избранием Путина, с переходом к нынешнему застою, когда конкуренция была подавлена в экономике, все в госкорпорации забрали, в средствах массовой информации, все телевидение государственное. Ну вы же знаете это все. Даже в шоу-бизнесе и то эта семья оседлала шоу-бизнес, семья Пугачевой, ну не продохнуть без этого вообще никак. Конкуренция везде исчезла. В политике выборы ушли из губернаторской сферы, выборы поддельные, как вы знаете. Конкуренция вытесняется, в науке она исчезла. Это ненадолго. В стабильном периоде все преобразования носят косметический характер. Что бы ни пыталось государство, или отдельная фирма, что-то изменить принципиальное, но оставаясь в рамках стабильного периода, у вас ничего не получится, все реформы рухнут. Даже отдельный человек, пытаясь что-то там сделать, вот выучу английский, вот с понедельника начну, если он не войдет в нестабильный кризисный режим работы, ни черта он не выучит. Каждый понедельник будет себе давать зарок там, завязать с параллельными отношениями или там бросить пить, закодироваться. Надо перейти в нестабильный режим отчаянной такой паники, тогда пойдет что-нибудь. Я учился в советское время на издуте советской власти, я экономист по образованию, и у нас в брежневское время, за 18 брежневских лет, наша экономика пережила три коренных реформы хозяйственного механизма. Никто, кроме министров, даже и не заметил этих реформ, потому что все эти преобразования, они превращались в смену вывесок. Или вот крупнейшая, назревшая, по идее, реформа, Медведевская недавняя, реформа милиции, к чему она свелась? Ну переименовали в полицию, что-то еще изменилось, скажите? Форма красивая. Форма, да. Ну вот и все, потому что у них правда были намерения что-то изменить. Нереально стабильный период ничего изменить, не выйдет. А какие-то могли бы намерения? А ликвидировать коррупцию и сделать эффективную работу, убрать фальшивую отчетность, сделать так, чтобы они не фальсифицировали отчетность о преступлениях, а реально боролись с преступностью. Намерения были. Пшик сразу пошел, с первой минуты. Это было нереально. Пока остается нынешняя система, ничего вы не сделаете. Это как с плановой экономикой, ее как ни поворачивай, ничего не будет. В стабильный период смягчается стиль управления. Плохая работа не наказывается, за ошибки не выгоняют. Ну то есть это спокойная, мягкая жизнь. Вот школа, советская школа брежневских времен. Школьники знали, что двойка никому не нужна, учитель всегда на тройку вытянет. Или скажем, вот я работаю сейчас в университете. ВУЗы нынешние стабильного застойного периода путинского. Преподавателю ставить двойку, ну невыгодно. Поставил он двойку, он же потом пойдет пересдавать. Еще раз поставишь, будешь принимать в свое личное время пересдачу. Смысл есть? Смысла нет. А если в конце концов начнешь студента выгонять, а студент, это если он платный, он приносит деньги в небюджетный, а если он бюджетный, то 10 студентов выгоняют, сокращается одно место преподавательское, лет 10. То есть рубишь сук, на котором сидишь. И когда наконец-то там какого-нибудь студента выгоняют, то есть деканата звонят, говорят, ты уж как-нибудь прими, ну чего там. Ну деньги теряем, ну серьезно, деньги. То есть студенты это понимают, тройка всегда. Смягчается стиль управления. Ну вот берем госуправление нулевых путинских годов. Какие были, скажем, катастрофы крупнейшие? Там Шеншурская ГЭС, там аварии. Кого-нибудь из министров снимали вообще за катастрофы? Знаете вы такие примеры? Да нет, конечно. Нет, конечно. Происходят стабильные периоды идеологизации общественной жизни. Идеология, принципы теряют значение. Как прибрежные, когда какая там коммунистическая идеология, всем по барабану. Кто знает, какая вообще сейчас есть в стране? Идеология-то есть? Духовный скреп. Нет, а что они скрепляют-то? Скрепа это инструмент. А скреплять-то что? А не нужна идеология, она правда не нужна. В кадровой политике, естественно, застой. То есть раз плохая работа не наказывается, то все застойные периоды характерны. Стареют начальники, стареют авторитеты, стареют моральные авторитеты в СМИ, в литературе, в музыке. Ну вот наш шоу-бизнес, это же кошмар. Престарелые люди, они же как бы законодатели мод. Тихий же ужас. Если вы возьмете музыку серьезную, классическую, то вы обнаружите, что наши нынешние наиболее авторитетные исполнители, особенно дирижеры, они что, лучшие в профессии, что ли? Ну вы, кто бывает, слышите, вы же понимаете, что нет. Ну нет, конечно. Просто у них авторитет, они за долгие годы сделали себе бренд, ты его не сгонишь с дирижерского пульта уже. Он монополист, с ним ничего не поделаешь. А он что, лучший, что ли? Да нет, конечно. А в краткий период у нестабильности, когда открывается окошко, вдруг становится ясно, что Большой театр может днать и фуфло, а вот некто Бертман на пустом месте сделал геликона. И вот там поинтереснее вообще-то это было первые-то годы. Ну куда получше было. И солисты к нему шли, и он их в люди выводил. А Большой, он так все, при бюджете. Ну кино наше возьмем с нашими престарелыми мэтрами, типа Никита Михалкова, который уж... Все, когда он последний приличный фильм-то снял? Лет 15, наверное, прошло, да? С тех пор ничего ведь не было. О чем разговор? Ну а про вашу сферу я несусь, вы лучше меня знаете. Гораздо лучше. Или наши, скажем, живописцы, которые когда-то, конечно, были молодцы, все эти наши лидеры. Ну сейчас-то что, ничего лучшего нет, что ли? Что хорошее в последний раз сделал, там, звездочетов там. Чего там хорошего? Молодец, но когда-то это было, ну чего-то. Ладно, это ваша сфера, я не лезу. То есть кадровая политика всегда застой. Брежневские годы, вот кто по детству, нет, никто не помнит, когда политбюро ЦК КПСС, главный орган страны, люди все за 70, многим за 80. Когда их, ну, наколют там разными средствами, в дни пролетарских праздников выводили постоять на трибуне мавзолея, тяжелое зрелище, вы знаете. Ну, видно, что вот на грани смерти люди уже чуть живые, там, паноптикум. Было очевидно, что социализм лишает человека права на достойную старость. Они никакие уже были, просто никакие. А это, оказывается, период не самого старого руководства, потому что, скажем, в период застоя до реформ Петра I в Романовской Руси в 17 веке, там главный орган управления, Боярская дума. В Боярской думе все места, говоря по-нашему, министерские, были расписаны за боярскими родами. Каждый род владел тем-то должностью какой-то и передавал ее внутри рода. А должность занимал самый старший в роду, то есть самый долгожитель, он и был самый главный начальник. Вот всех долгожителей собирали, значит, на Боярскую думу, и они-то и принимали решение, с кем воевать, с кем мириться, какие налоги, как чего. Могу себе представить адекватность этих решений. Это было хуже, чем были в бюро. Они вообще были никакие. Вообще, то есть, в принципе. А, кстати, об этом у Бориса Годуновья же там же есть, что они без единственного вменяемого, Шуйского, Василия, там нескладно вышло мнение, они простейший приговор не могли сформулировать. Одни там повесят, другие четвертовать, третий колесовать. Шуйский еще был вменяем, он что-то там мог сказать. А его и слушали. Ну и для стабильного застойного периода характерно улучшение материального положения большинства населения. А зато, когда потом наступали реформы, люди вспоминали, скажем, при Иване Грозном, как тосковали о спокойных временах его отца Василия Третьего. А как при Петре Первом, когда налоги в пять раз выросли, как вспоминали, как хорошо жили-то при Романовых, тогда Петра-то. А уж как при большевиках вспоминали, как хорошо жили при Николае, как не ценили мы Николая-то Второго. Или как при Ельцине вспоминали спокойные брежневские годы. Я-то это помню. И как через несколько лет будем вспоминать сытую жизнь при Путине. Никуда не денемся, ребята. А для нестабильных кризисов годов характерны прямо противоположные вещи. Поощрение конкурентных отношений. Ну вспомните 90-е годы, жесточённые конкуренции, все конкурировали. Ларьки, олигархи, телеканалы, газеты, политические партии, все друг друга мочили почём зря. СМИ. Жуть, что было. То же самое, конкуренция кадровая была невероятная, скажем. Вот берёт большевистской индустриализации, коллективизации. Предприятия конкурировали за инвестиции. Завод, который лучше работал, получал деньги на развитие, который не работал, не получал. Менеджеры, директора предприятий, директора конструкторских бюро, институтов не конкурировали за то, чтобы их в конце концов просто не посадили, не расстреляли. План не выполняешь? Известно, что. Это требование было. Конкуренция была кадровая в первую очередь всё время. При Петре Первом и при Иване Грозном отчаянной конкуренции Сталин обладал изощрёнными технологиями, как стравливать людей друг с другом и заставить конкурировать. Если он узнавал, что в одной и той же отрасли два менеджера написали, руководители, один на другого донос, он их извещал того, на кого написали, что вот тот и написал на тебя донос, соединял их в одной конторе, одного делал начальником, другого замом и заставлял работать, чтобы они друг друга контролировали и друг на друга капали. И люди работали, не могли друга сожрать, зная, что один другого ненавидит. И вот как вам работать, если ваш зам хочет вас сожрать? И все об этом знают. То есть даже те, кто не попадал под репрессии, через 3-4 года такой работы были уже готовы к инвенерной санатории. Потому что вы должны совместно решать сложнейшие задачи вместе с этим врагом. Если вы не победите вместе с ним, то вас сожрут вдвоих вместе за плохую работу, за неуполнение чудовищного плана. И вы должны быть с этим чудовищем вместе спасаться. Как оно? А вот так люди работали. Спивались, конечно, кто вообще оставался жив. В нестабильные кризисные периоды появляются социальные лифты. Легко сделать карьеру. Всегда так было. Скажем, Иван Грозный, когда обнаружил, что вообще реформа-то делать не с кем, эти престарелые дядюшки в Боярской думе вообще неуменяемые. А как быть? Он придумал. Отменить Боярскую думу он не мог, это вековой обычай. Но он, чтобы не мучить их, собирая Боярскую думу каждый день, они же даже летом сидели в тяжелых меховых шубах, это вообще тяжелая процедура-то была. Иван Третий придумал еще, его дедушка, жуткую специальную, тяжелую процедуру. И он сделал как бы президиум думы, ближнюю думу из людей, кого он сам хотел, набирал. А уже он традиции не был, набрал, кого хотел. Худородных дворян, возглавлял его бедный дворянин из Костромы, губерния Алексея Дашев, но никто по иерархии. И с ними все и перетирал, решал. А на Боярскую думу его носил уже вопросы почти согласованными, обхитрил их, короче. И легко было через ближнюю думу прорваться к власти, но она была маленькая. А Ивану Грозному нужно было много людей, которые будут перераспределять, вешать, решать, приказывать. И тогда он вообще сделал невиданный в истории, в мировой истории социальный лифт. Он объявил опричный. То есть любой не крестьянин и не купец мог заявиться в опричный приказ, дать опричную клятву, и с этого момента автоматически получал прямой доступ к телу государеву. И на совещании, говоря по-нашему, на перу то есть. Он имел право бить челом, обращаться с заявлением, с предложением, ему давали поручения. То есть, представьте, он никем был вчера, а сегодня, представьте, что нужно, чтобы получить доступ к президенту. Вот сейчас. Сколько лет ползать на брюхе надо? Или прибрежье, или сейчас. В любой другой стране. Вот так. А тут любой приехал, и вот он уже вхож на перы и челом бьет государю. Хочу то-то и то-то, предлагаю то-то и то-то. Фантастика. Так это было. Такие же социальные лифты при Иване Грозном, при Петре Первом. Потому что кто были вот эти птенцы гнезда Петрова, кто проводили реформы Петра? Да из никого они были. Кто самый богатый в государстве человек, богаче царя? Кто был? Менщиков, Александр Данилович, сын, незаконнорожный сын конюха и торговки пирожками. Он же и самый предприниматель, он же и самый богатый, он и главный чиновник. Он вообще, он всё наше. Он член Британской Академии Наук. Сам Дьютон его принимал в Академии Наук, писал в знак всемирно известной учёности. Александр Данилович Александр был неграмотный, читать, писать не знал. Академик, однако, как в наше время. Прочие, кто рядом с Петром был, они из иностранных моряков, авантюристов, полууголовники или крестьяне, которые взяли подряд на мануфактуру и стали там торговать, и разбогатели. Это было сплошь и рядом. То есть это был социальный лифт огромный, столько людей снизу поднялось. Самых разных наций, кстати. Или же вспомню социальные лифты при большевиках, когда действительно люди из очень скромной среды прорывались к власти, к должностям, и работали, что-то делали. Ну, Сталин, что такое Сталин вообще? Это вырос без отцовщины, вырос без отца в бедной семье образования, выгнали с третьего класса семинарии, говоря по нашему техникуму. И не за политику, за курение табака его выгнали. Ленин. Ну, дворянин непотомстный, а выслуженный. Заочник, образование заочное. Ну, что такое? Что ему светило? Ничего не светило. Прочие эти наркомы. Ну, вот способные, энергичные, сделали карьеру социальный лифт. 90-е годы, нестабильный период, лихие 90-е. Кто стали олигархами? Люди, которые за несколько лет до этого торговали джинсами в подворотне. Ну, так ведь. Они же и стали. Вот как-то исхитрились. Социальный лифт много чего даёт. Это период реформ. И сейчас на наших глазах эти лифты начинают работать. Вот вы тут сидите, работаете, правильно делаете. Сейчас неизвестные, мало кому, или пока безвестные блогеры, куют себе будущие карьеры, министерские посты и так далее. Звоню олигарху. Это происходит. Это вот сейчас закладывается. Короткий срок. Заводы приватизировали их директора и разорились в течение нескольких лет, большинство. В некоторых отраслях разорение продолжалось лет 10, но, как правило, те советские активы, которые были приватизированы, превратились в пыль. Потому что они рынкам не востребованы и были не нужны. Фамилии олигархов нынешних, назовите, что они. Либо они оседлали активы нефтяные и газовые, это исключение и металлургические, которые востребованы рыбками. И, как правило, это не из бывших, за исключением Олег Первого, это не бывшие директора, как таковые. Ну, фамилии называйте. Ходорковский. Что, он был олигархом? Да нет, это был инструктор, потом, по-моему, третий, что ли, скитарь райком и комсомолом, мальчик на побегушках. Ни олигарха, ни директора. Северсталь Мордашов, мой бывший студент, завод Вечерник, учился в Ярославле короткое время, потом перебрался. Он работал мальчиком на побегушках на Череповецком заводе, ему поручили просто оформлять скупку акций, директор завода. Ну, он оформил как надо, стал собственником. Это было, ну, кидок, но я посовременно. Вот по фамилиям называйте. Нет, они не были олигархами. Евтушенков, что он был советским олигархом? Нет. Эти люди, многие из них торговали оргтехникой и прочими вещами. Это, за исключением Черномырдина, это не были советские крупные чиновники. Как правильно? Те пошли в политику. Это мы о социальных лифтах. Они сейчас тоже складываются на наших глазах. Повышается роль идеологии в обществе. Это вообще периоды, когда идеология имеет значение. Что времена Ивана Грозного, когда Москва, Третий Рим, это серьезная была идеология, которая владела сердцами. Или большевистская идеология в период реформ. Или борьба за выход в Европу, за то, чтобы получить доступ в большой европейский политик при Петре Первом. Или, скажем, всерьез, когда люди воспринимали борьбу за демократию рынок в 90-е годы. Это были идеологические периоды. И сейчас наступает период идеологический. Он наступает. Вы это чувствуете, вот градус-то. Растет идеология. Ужесточаются наказания. При Иване Грозном был только один год наказания. Различались лишь степени пыток. При Петре Первом уже иногда бывало, кроме смертной казни, еще что-то другое. Но тоже наказания жестокие за плохую работу. Сразу же наказывали. При большевиках, сами знаете, сталинские репрессии. Я когда работал на Ярославском шинном заводе директором по персоналу и социальным отношениям, я пытался сделать там галерею бывших директоров завода, как мелкий шаг рекламный. Мы обнаружили, когда искали портреты бывших директоров, что за период с 1937 по 1940 год сменилось 8, по-моему, директоров. Один усхитрился умереть своей смертью. У нас везло мужику. Семя их репрессировали. Невыполнение плана, что-то с качеством, что-то еще. Таков масштаб. Ужесточаются наказания. Ну а в 90-е годы очень просто наказание. Ну вы не помните, родители спросите, как это. Разорялись бессмысмены сразу. Рынок разоряет мгновенно. То же самое в госслужбе. Пока Ельцин был президентом, сколько у нас, он за не такой же большой срок он сменил пятерых премьер-министров. Министры вообще вылетали очень быстро. А у Путина чего там? Ничего особо не меняется. И, соответственно, симметрично ужесточению наказания увеличивает размах поощрений. Ну, реформа Ивана Грозного. Воспоминания, есть такие публикованные записки немца-опричника. Фон Штаден услышал, что в России легко сделать карьеру. Приехал в Россию на лошади, был опричником, и через некоторое не очень долгое время уехал на нескольких вазах добра. Написал, как это все было. Легко делались карьеры. Как делались состояния при Петре Первом, мы знаем это. Как в 90-е годы очень... Ну, на наших глазах все это происходило. Размах поощрений тоже увеличивается. Когда залоговые аукционы, когда за лояльность предприниматели награждали целыми нефтяными месторождениями, целыми большими крупными предприятиями, давали залоговый аукцион, то есть государственные деньги переводили в его банк, он на эти деньги фактически выкупал предприятие. Преобразуются структуры управления, разгоняются министерства, приказы, ведомства и ускоренное обновление кадров, ротация кадров. Состав кадров омолаживается, приходят новые люди, ну, как это вот реформаторы Ивана Грозного, Петра Первого, большевики. Самые молодые правительства были у Сталина, наверное. Там совсем много наркомов было до 40 лет. Или 90-е годы. Тоже очень часто обновлялись кадры. Легко было сделать карьеру. И, что характерно, для кризисного нестабильного периода перерасход ресурсов. Все, что делается, все реформы, все освоения нового, новых отраслей, новых политических привычек, новые идеологии с колоссальным перерасходом ресурсов, денежных, рабочего времени и даже человеческих жизней. Или территорий, как мы наблюдали в 90-е годы. Территорий страны. С чем связано вот такое шарахание из стабильного, застойного периода в нестабильный? И какие последствия это влечет для нашей идеологии, для менталитета мышления каждого человека, для его привычек? Мы говорили, что у нас два разных противоположных по стилю режима управления. Поэтому у нас двойной набор моральных норм. То, что хорошо, что правильно и высокоморально в стабильный застойный период является неправильным, а моральным в период застойный, в период нестабильный, в кризисный. В стабильный период конкурирующий человек, который хочет больше, чем другие, хочет разбогатеть, он вообще аморальный человек. Он подлежит наказанию, он хочет разбогатеть. В крестьянской общине человек, который богаче других, он мироед, он заедает остальных, его так или иначе через механизм общины раскулачивает, так или иначе. В советское время, брежневское время, кто хочет разбогатеть, не имеет такой возможности. Сейчас нулевые годы, последние 12-13 лет, любые попытки предпринимателей разбогатеть, плохо для них кончались. Рейнерским захватом у них отнимали бизнес. СМИ, которая пыталась подвести под себя большую долю рынка. Режиссер, который претендовал слишком на многое. Дирижер, который многого хотел, нарушал правила игры. Футбольный клуб, который хотел прорваться на более высокое место без договоренности с лигой. Я знаю, изнутри потом расскажу эту ситуацию с моим хором. Их быстро опускали, чтобы не высовывались. Так же с политическими партиями, которые нарушали договоренности и хотели получить большую долю в парламенте или в областном законодательном собрании. С ними быстро разбирались. А зато в конкурентные периоды, наоборот, в кризисные периоды, это поощряется конкуренция. И здесь выигрывают те, которые стремятся к большему, добиваются лучшего. И, соответственно, двойному набору моральных норм соответствует двойной набор стереотипов поведения, двойной набор правил. То есть, образно говоря, у русских в голове как два жестких диска с программами. Одна программа на стабильный, застойный период, а другая программа поведения на кризис, на нестабильный, как у студента две программы. В семестре это один человек, а в сессию это совсем другой. В семестре он спит 9 часов в сутки, или если не спит, то вовсе не потому, что работает. А в сессию он может всю сессию спать по 3 часа в сутки, работать, работать, не обращая внимания, забывая о том, без чего он раньше жить не мог. Вот не мог он раньше жить без пива вечером. Он может жить без пива вечером, но в субботу. В смысле, в сессию может. С чем это связано? Во-первых, главная причина все-таки климатическая. На протяжении тысячелетия, считается, что Россия со времен образования государства 1100 лет, народ чуть позже образовался, сначала государство, а народ попозже, то это тысячелетие в основном наши предки из этих 1100 лет с тысячу лет жили сельским хозяйством. В нашей промышленной эпохе всего лишь 100 лет, городской жизни до того города мы были маленькими и мало на что влияли. Почти все наши предки жили в деревнях и сформировались как крестьяне. У нас страна северного земледелия и в отличие от России в других странах, где другие модели управления, там крестьянин большую часть года или почти весь год может круглогодично работать в поле. Скажем, французский крестьянин мог в средние века работать в поле 10 месяцев в году из 12. Немецкий крестьянин в большинстве земель Германии 9 месяцев, а где-то и все 10. Ну, а уж южнее, там Балканский полуостров, Венгрия, Италия, Испания, там круглогодичная работа, круглогодичная работа в поле. А в России из-за климата вегетационный период короткий, то в тех местах, где формировалась великорусская народность, там 4-5 месяцев в году только можно работать в поле. То есть тот же самый объем работ, на который немец, француз, итальянец, они весь год могут работать или почти весь год, у нас надо тот же самый объем работы выдать за 4-5 месяцев. То есть требуется огромное напряжение сил. И поэтому в этих условиях тяжелый естественный отбор выжили лишь те, то есть мы потомки тех людей, которые могли с дикой интенсивностью работать в короткий летний период. Наша жизнь делится на короткое деятельное лето и долгая ленивая зима, когда делать нечего. Каковы победенческие последствия? Каковы последствия естественного отбора? То есть те люди, которые не вписывались в этот ритм, они просто не оставили потомство, оно не выжило, не напасли урожай нужное количество и не выжили. Выжили те, кто мог так работать. Как скажем, в Китае не может выжить человек, который не умеет равномерно и много работать каждый день, потому что там вообще нет зимы, там 4-5 урожаев, и они с утра до вечера стоят в наклонку и сначала выращивают рассаду, а потом пересаживают её в поле с миллиметровой точностью, заливают воду, спускают. То есть кто не умел всю жизнь в наклонку пахать, пахать, пахать интенсивно, тот не может в Китае, они не оставили потомство. И поэтому, конечно, китайцы в конвейерной работе кто победит? Да никто никогда не сумеет на конвейере так работать, но никто в принципе не может. Ну, естественно. Так вот в России точно так же выжили только те, кто может с жуткой много работать в короткий период. Каковы последствия? Ну, долгая ленивая зима. Во-первых, 6-7 месяцев временной ресурс, когда делать нечего. Вы живёте в занесённой здесь снегом деревне. Выйти из дома некуда. Куда вы пойдёте? Зачем вы пойдёте? Куда? Одни валенки на семью, один тулуп дежурный на двор сбегать. Всё. Читать вы ещё не умеете. Писать тоже. Поэтому долгие разговоры, размышления, привычка думать о том, о сём, искать причины, докопаться до конца, созреться, потому что есть временной ресурс, иначе просто свихнётесь. Привычка долго доискиваться, а почему, да что, да зачем, выяснять бесконечно долго. Отсюда же богатый фольклор. Потому что в сказках, если вы с первого раза дойдёте до сюжета, на всю зиму сказок не хватит. Поэтому всё случается на третий раз, не раньше. И на третий раз только избушка поворачивается к лесу передом. И на третий раз Иван Царевич что-то может объяснить внятно Кащею Бессмертному. И на седьмой раз всё же долго, всё же нужно же. Время же долго, зима длинная. Богатый фольклор, он вороватый наша литература богатая. Потому что как только в России пришла массовая грамотность, то в огромной стране, где нет дорог, что вы можете делать вообще зимой? Или писать, или читать. Делать больше нечего. Или пить. Поэтому как только люди массами стали читать и писать, сразу литература стала первостепенной в мире. А что ещё делать? Как не читать, а не писать? Потому что другой советской жизни не было. Даже если вы дворянин из поместья, ехать куда-то, какой там клуб английский, соседнего поместья 10 верст леса, ну раз в неделю может выберетесь, а остальное? Вот сидите, пишите или читайте, что ещё. Ну или пейте. Склонность к науке и искусству. Да, потому что огромный временной ресурс, свободный, мозги надо чем-то занять и надо поддерживать, когда нет зимой работы, а люди устроены иерархично, мы же потомки обезьян, в стадах которых были иерархия, то как добиться иерархии? Как показать, что ты первый парень на деревне, кроме внешности и физической силы, или первая девчонка, кроме красоты? Это ещё и умение рассказчика, привлечь внимание, рассказать, рассудить, развести спорщиков, доискаться до правды, кто прав, кто виноват, кто на самом деле украл. То есть вот эта способность долго доискиваться до правды, она долгой зимой, это способ поднять иерархии. Если бы вы, как китайцы, работали круглый год, вам не до наук, вы знаете, не до искусства, надо работать, работать там. А короткое деятельное, опять же, вырабатывается способность подолгу ничего не делать. Мы генетические люди, которые способны подолгу ничего не делать. Отсюда вытекает наш долгий, застойный период. Да, оттуда. А короткое деятельное лето вырабатывало, то есть выжили только те, кто способны к работе с предельным напряжением сил, к внутренней мобилизации. Мы даже сейчас не можем, мы вот уже городские жители, большинство из них в третьем поколении. Вы даже себе не можете представить, как интенсивно могли работать ваши дедушки, прадедушки, прабабушки. Вот, скажем, рассказывал мой отец. Классическая ситуация, мой дед, его отец погиб на войне, осталось трое детей у матери. Как прокормить? У нее был огород, и она на нем работала с утра до вечера. Бывали дни, когда она не успевала прийти и покормить детей, у нее не было времени, она работала, спала там же, на огороде, падала и спала. Она только успевала добежать до дома и еду детям положить в окошко, и снова уходила работать. Они, бывало, днями ее не видели. Вот так люди работали. Вот цифры, которые вас, может, наверное, убьют. Сто с небольшим лет назад, в конце 19 века в сельские местности Европейской России младенческая смертность в летние месяцы достигала 80%. 80% летом. То есть дети, родившиеся летом, практически в деревне не имели шанса выжить, потому что матери не могли ими заниматься, не могли кормить, мыть, перенять. Если она будет заниматься этим ребенком, родившимся летом, остальные сдохнут зимой. Надо было пахать, пахать, пахать. Представляете, как работали люди? Это было не жизнь, это было... Лето это какой-то ад. Это просто ад, как в шахте. Это просто ад. Наши предки могли это делать. И мы знаем по себе, что мы можем сделать в пять раз больше, чем предписано инструкциями и положениями. Просто надо, чтобы нас прижало в жизнь. Тогда можем. Ну и вы знаете, как в нашей стране получаются за короткий срок чудовищные объемы управленческих и иных задач. Они получаются. Индустриализация, то есть костяк промышленности страны был сделан за две пятилетки. А ведь индустриализация Англии это действительно столетие. В большинстве стран Европы это обычно 2-3 поколения, это уже 19-е. А тут 10 лет, это правда? Это действительно так? Да, это так. Или как войны выигрываются, уже проиграны практически. Когда уж надо, чтобы там уже и под Москвой немец стоял, и до Волги дошли, а поляки это в 16-м году, в 16-м уже и Москву там взяли. Надо все сначала и проиграть вообще. Только потом что-то начнется делать. Примеры множества. Скажем, авральное строительство. В средней... Не только сейчас аврально строят, а раньше думают, что это плановая экономика вынуждается строить аврама. Вы знаете, нет. Я лет 15 в одном строительном тресте, который сейчас является акционерным обществом, являюсь представителем Совета директоров. Так вот сейчас строят не менее аврально, чем при большевиках. Так же все равно большинство работ в последний квартал года. Не мог, не получается иначе. А в средние века срок строительства новых городов исчислялся не годами и даже не месяцами, неделями. Недели отводились на строительство новых городов. Почему? Потому что, во-первых, надо отрывать людей от работы, а во-вторых, пока строят город, надо ставить войско, охранять от татар, потому что всюду ходили татар. Это тоже дорого, и поэтому отводили на срок строительства. Случайным образом сохранился полный архив строительства одного из городов в Пензенской области нынешней. Город тогда назывался Яблонов, сейчас у него какое-то коммунистическое название. Так вот, воеводы Бутурлин за и пять тысяч стрельцов за две недели построили этот город со стенами, с башнями, с церквями, со строгами, с ременькой площадью, с избами, с домами, с кузинцами. Две недели. Пять тысяч человек. Там просто огромная работа, еще и организаторская. Надо пять тысяч человек так расставить, чтобы они работая днем, вечером, утром, ночью, не мешали друг другу доставить груз по реке, преподнести бревна. Это же огромная работа организаторская. Вот сделали, это была типовая задача, решалась, просто решалась. Аварийная работа, умеют. Ну, про сессию мы уже говорили. Вот типология героев сказок, она же какова у нас. Типичная, вот скажем, в Японии. Первая сказка, с которой японский ребенок знакомится, это сказка о черепахе, которая обогнала зайца. Черепаха, она с зайцем должна была прийти куда-то раньше. Заяц знал, что он бегает быстрее, и он там отвлекался, поскачет, поиграет, с кем-то травки поезд, ну, чего там. А черепаха упорно ползла, 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 и приползла раньше, чем заяц. Вот первое, что узнает ребенок. Японии, что упорным трудом ты победишь даже самого сильного, быстрого и так далее. Первые сказки русские, окей. Две главные сказки. Первая, это курочка-ряба. Она о чем? О мобилизации. О том, что, во-первых, нет трудолюбия, потому что посадил дед репку, один раз посадил и ждет. Вот выросла репка, большая-пребольшая. Что он сделает? Что? Да, вот. То есть посадил он ее, и она выросла само собой, выросла. Главное вытянуть. Один не может, мобилизуй помощь с бабкой, не могут бабкой, внучку, внучкой жучку, ну, то есть уже пошла тотальная мобилизация уже всех. Уже пошли тут вообще добровольческие отряды и так далее. Все кривут. В конце концов, даже мышку, и ту мышку, то есть общая идеология какая? Все ресурсы привлекай и решишь задачу. Это главное. Вторая сказка, курочка-ряба, она о бессмысленности обогащения. О том, что чушь все это, золотое яичко, вот снесу не золотое, а простое, это то, что надо. И то, что неясно, кто сильный, кто слабый, потому что у мышки в хвосте оказалось силой больше, чем у деда с бабкой, которые били-били, не разбили. И вот такая вот она, о том, что не пытайся помешать своей судьбе, и все это чушь собачья. Вот наши сказки. А типичные герои сказок, которые что-то добиваются, побеждают, они что, вот с трудолюбием, упорством, упрямством, планированием деятельности? Илья Муромец, который 33 года сидел, смес и сразу богатыр. Или Иванушка дурачок, он действительно дурачок, он кто? Ну никто, что он образование, квалификация, трудолюбия нет, просто у него лихость есть природная. Он ухватил жарптицу за хвост, и оказалось, что вот все, он же уже и галантный кавалер, он уже и царедворец умел, и он и советы дает. Оказывается, в каждом человеке заложена способность ухватить жарптицу за хвост. И там Емеля вот щуку сцапал в нужный момент, вот он уже женился на царской дочке. Ну хоть одного героя сказки, который его трудолюбием, упорством, планированием своего добился. Ни одного мужчины такого не найдете. Итак, мы говорим о двойном наборе стереотипов поведения. Что отсюда вытекает? Раз у нас два образа жизни в разные периоды, стабильный-нестабильный, два набора правил, что хорошо, что плохо, соответственно, в поведении и в образе жизни одних и тех же людей возможны очень резкие перемены, потому что один человек в одном периоде ведет себя одним образом, в другом в нем просыпается что-то совершенно другое, вы его не узнаете. Тот, кто прибрежный, был тише воды, ниже травы, вдруг при Ельце не стал кунг-королю-брат-министру и наоборот, опять же. Вот, скажем, большевики, Держинский, Рыков, Савюпов, хотя бы эти трое, Держинский, интеллигентный, кристально честный, скромный, подчеркнуто, скромный человек, поручили ему создавать репрессивный орган ВЧК, он такого монстра создал, одного из самых страшных в истории. Именно он никак не должен был такое сделать, именно он-то и сделал. Рыков, говоря по-нашему, он был премьер-министр тогда при Ленине, считался всегда соглашателем, в партии он старался всех со всеми примирить, он был самый мягкий человек в среде руководства партии. И именно он на своем посту, оказавшись перед необходимостью снабжать продовольствием города, он-то и развязал гражданскую войну, потому что он начал, он издавал декреты о продовольственной диктатуре, он начал отнимать землю, отнимать зерно у крестьян и создал город, ну фактически гражданская война из-за него произошла, вот из-за этой технологии. А Цурюпа самый мягкий вообще человек, он был наркомом продовольствия, про него ходили легенды, что он падал в голодные обороки, будучи наркомом продовольствия, ну это конечно легенда. Так вот он самый мягкий, он из сельских учителей происходил, такой скромненький, он-то и занимался организацией продотрядов, вот вообще развязывание гражданской войны на совести Рыкова и Цурюпа в наибольшей степени. Они подняли деревню против города, они вызвали это ослабление. Люди, которые были тишайшие, скромнейшие в царское время, оказались самыми главными такими злодеями во время революционного. Или скажем, кто делал реформы 90-х годов, кем они были прибрежными? Заведующие лабораториями, доценты, Чубайс, доцент, Гайдар, заведующий лабораторией, потом замредактора научного журнала, Бурбулис, научный сотрудник, но никто бы не подумал об этих людях, а именно они и провели вот эту тяжелую нервную работу по реформам, поднялись на дыбы. У Лескова есть рассказ об этом, Лесков вообще изучал эту двойственность русской души. Чертогон, документальный рассказ о жизни купцов в Ельце. Два самых богатых купца в уездном городе. Вот рабочий денег, они жмут денежку, выжимают из приказчиков, обманывают клиентов, экономят на всем, такие эскетичные, злобные такие люди, но не любя друг друга, эти два купца, тем не менее, ходят вдвоем в обед пить чай, потому что на двоих трактирщик дает шкидку из экономии. Вечером они приходят, рабочий день кончился, это другие люди, они приходят в трактир путь, спускают тысячи, бьют зеркала, платят и так далее, а утром опять тихие, скромные приходят экономить. Два разных человека, Лесков не мог понять, в чем дело. Такая душевная потребность. Или, скажем, вот среда, которую я хорошо знаю, преподаватели вузовские и в бизнесе, потому что вузовской зарплатой не проживешь, и я и мои коллеги все годы реформы сейчас все где-то еще работают, обычно в бизнесе. И в вузах они как в Прибрежневе, всем все прощают, курсовые не читают, диплом смотрят, введение есть, заключение есть, ладно, двоек не ставят, ну вообще, прощают все и так далее. Мягкие такие, деликатные, никому не мешают и так далее. А приходя в фирму, становятся злобными, агрессивными, требуют дисциплины, охотно увольняют, наказывают, те же самые люди. Я по себе знаю, я сам обнаружил в себе это, когда приходилось увольнять буквально сотнями, когда были большие реформы. И ничего, как-то вот студенту думаешь, вот проблема заставить себя поставить тройку тому, кто просит четверку, а расформировать два-три отдела, как-то вот та же самая рука легко поднимается. Другой человек, когда сидишь в офисе, вот я не могу это объяснить, вот есть такая метаморфоза, вот есть она такая. Статистика Крестановская, исследователь элиты, она весной 2003 года выделила 200 человек реформаторской элиты, 200 человек, которые сыграли ключевую роль в ельцинских реформах. И обнаружила, что из них две трети этих реформаторов, чиновников правительства, на две трети это те же самые люди, которые преуспевали в составе партноменклатуры в брежневские времена. Те же самые. То есть эти люди смогли приспособиться к новой среде, в них дремали те стереотипы, которые позволили им выжить и эффективно работать в совсем других условиях. Ну вот, скажем, и Ельцин, и Путин. Тот же самый пример. Ельцин был преуспевающим партийным чиновником, он был первым секретарем одного из крупнейших обкомов страны, Свердловского. Но почувствовав волну в силу душевного окаянства, он возглавил разрушение этой системы, он успешно разрушал то, что создавал раньше. А Путин еще круче, потому что он был вначале в застойный период, он был застойным деятелем, не самым успешным. В Дрезденской резидентуре он был там в КГБ майором всего-навсего, не шибко успешный человек. Он вошел в состав реформаторов, стал помощником Собчака, реформатора Собчака. Вы еще не застали такого? В Питере, да. И на этой волне он пришел во власть, а там уже в третий раз вошел в ту же самую воду, уже стал снова возвращать советский образ жизни, советскую жизнь уже... То есть он три жизни прожил в одной. Редкий случай, но вот тем не менее. То есть говоря об этом, кто вообще настоящий русский? Классический вопрос русской литературы, он Хорь или Калиныч? Чичиков или Павел Корчагин? Он Стахановец или бомж? Какой он? Настоящий русский это тот, который в одних условиях может быть Павлом Корчагиным, в другую Чичиковым. В одних условиях ударником труда, в других условиях бомжом или дармоедом. Кто может вот так, как студент настоящий, в сессию ударник, в семестр он дармоед. Вот это настоящий русский характер. Так оно и есть. Это замечается и в личной жизни. Так оно и есть. Ну вот курортик-то бывает, там где-нибудь в Турции на выезде, где основные, типичные русские отдыхают, в Египте. Поведение женщин. По моим наблюдениям, чем порядочнее она как жена, тем она больше отрывается в тех местах. Вот это вот такой жидализм, как у студентов сессию. Про мужиков мы и не говорим, это вообще отдельная тема. Итак, мы говорим о том, что у нас чередуются два режима функционирования системы управления. Отсюда что вытекает? Мы говорили, двойной набор стереотипов поведения, что хорошо, что плохо. И двойной набор моральных норм в зависимости от текущего состояния системы управления. Мы не можем сказать, хороший это или плохой поступок, не зная, в какие годы и в каких условиях это сделано. Не можем мы сказать. Вот, скажем, такой герой русской советской истории, как Павлик Морозов. Знаете такого Павлика Морозова? Знаете? Я в детстве был в пионерлагере имени Павлика Морозова. То есть человек, который сдал своих родителей на расправу и поплатился за это жизнью. С одной стороны, он вообще герой положительный или отрицательный. С точки зрения стабильного, застойного периода, это моральный урод, монстр. Он отдал на расправу советской власти свою семью, чтобы их убили, за то, что они что-то там нарушили против советской власти. Урод. С точки зрения нестабильного, кризисного, революционного периода, он герой, потому что он самое дорогое, что есть в жизни, родню и свою жизнь, отдал для святого дела революции и гликтивизации. Другой пример из жизни, не будем о Павлике Морозове, мой город берем. Я из Ярославля. У нас есть улица Громова. Кто такой Громов? В 1918 году было восстание в Ярославле против большевиков. В Гостане подавили, в конце город большевики не смогли взять, но расстреляли артиллерии. Громов был большевик ярославский, он сумел выскользнуть из города, спасся от восставших, и поскольку он знал город, то он руководил красной батареей, он показывал, куда стрелять, он знал все дома. А стреляли в основном по пулеметным гнездам, где сидели восставшие, их называли белыми. Когда он сбежал, у него должен был родиться ребенок, и уже когда он был во внешнем кольце обороны, наступление на город, то ему передали, что ребенок родился, все благополучно. Он не видел этого ребенка. И вот он руководит обороной, видит пулеметные точки, наводит пушки, и видит, что пулемет работает с крыши дома, где живет его семья, и где его новорожденный ребенок. И он, не дрогнувшей рукой, наводит пушку на свой дом, разносит черту дом, убивает жену и ребенка. Красный герой. Улица его имени у нас есть. Вот он герой или нет, скажите? С точки зрения застойного, нынешнего времени, стабильного, ну что, ну урод, чудовище. А с точки зрения революционной, он, наверное, любил свою жену, наверное, хотел бы, чтобы ребенок остался жить. Но вот он знал, что если его сейчас этот дом не разнести, то куча красных погибнет, когда будут штурмовать дом. Надо пулемет накрывать. Мы не можем сказать, он герой или нет. Надо посмотреть, какая ситуация. Вообще интересная страна, где мы не можем сказать поступок, аморальный или не аморальный. А если вы находитесь в красных цепях и идете сейчас штурмовать, и вы знаете, что вот он, спасая своего ребенка, сейчас 100 человек белые положат, из-за него гада. Ваша логика нынешней, сегодняшнего дня. Я думаю, что лет через 7 вы себя не узнаете, вы будете говорить совершенно противоположные вещи. Совершенно противоположные. Когда наступит другой период. Тоже самый фильм «Берегись автомобиля» классический. Он о том же самом, о том, хорошо это или плохо, отнимать имущество у богатых, но неправедных, и отдавать бедным праведным. Хамелеон Чехов рассказ о том же. К чему мы все это говорим? Мы говорим о том, что в России невозможно дать однозначную правовую оценку поведению человека или организации. Мы не можем сказать, что хорошо, а что плохо. Абсолютно. Мы должны знать, в какой ситуации. Не знаем мы иначе. Не получается. Что отсюда следует? А известно, что в России никогда не было, долгое время не было суда по закону. Нас судили не по закону, а по совести. Потому что закон требует однозначного толкования. В законе написано, или в морали, почитая отца своего, мать свою, это главное. Там не сказано, что в условиях революции сдавай отца своего, мать свою, а в условиях стабильных защищай их от государства отца своего. Вот там такое не напишешь. Не напишешь, что жить богаче соседей это грешно в стабильный, застойный период, а не стремиться жить богаче соседей в кризисный период, это глупо. Вот нет такого. Закон требует однозначной трактовки. А поскольку у нас жизнь чередуется вот так вот, то поэтому и по закону жить просто невозможно. Поэтому и правовое общество, и правовое государство у нас никогда, собственно говоря, не существовало. Оно противоречит основам русской модели управления. У нас суд был не по закону, а по совести. А совесть, она учитывает момент ситуационный. По закону одно, а по совести совсем другое. Что отсюда следует? Во-первых, всегда в России принимались специальные меры по защите судей и управленцев, руководителей, которые принимают незаконные решения, но решения целесообразные, правильные по совести. То есть закон нарушает, но в интересах дела. Ведь потом, вот скажем, человек принял решение, начальник, принял решение в интересах дела. Закон нарушен. А потом эпоха сменится, его можно будет за это сажать. Значит, нужны специальные меры, чтобы он не боялся принимать незаконные действия. Эти меры всегда были. Начиная с Ивана Грозного, известная приписываемая инструкция судьям, классная инструкция, судите правильно, дабы наши виноваты не оказались. То есть классно. Так они сейчас и работают. Скажем, в советские годы, первые годы советской власти, 20-й, была вообще юридическая неподсудность членов ВКПБ. Членам Компартии нельзя было отдавать под суд без согласия партийной организации. Хоть там он, не знаю, убийца, насильник и так далее. Никак нельзя. Только если партия организации его сдаст. Потом, после введения Бухаринской конституции, сделали помягче. У нас стали неподсудность решений органов КПСС. То есть нельзя было оспорить, вплоть до 91-го года, до распада СССР, нельзя было оспорить решение КПСС. Почему? А потому что это были органы, не юридические лица. Ну что имеется в виду? Скажем, по осени, может вам рассказывали, все университеты, институты, конторы, заводы уезжали работать в колхоз. Картошку копать и так далее. Это нарушало законодательство по большому счету, потому что директор завода, он не обязан посылать людей в колхоз. У него есть план, он должен выпускать продукцию. Там про колхоз ничего не сказано. А горком партии требует «Посылай-ка людей в колхоз, спасай план». Как они этого добивались? Любой директор предприятия, он член КПСС, коммунист. Горком партии принимает решение обязать партийной организации заводов послать людей в колхоз. На его заводе есть партийная ячейка, есть секретарь парткома, есть коммунисты тоже. Они собираются на собрание и директору завода, как члену коммунистической партии, приказывают «Организуй-ка и посылай». Оспорить решение вы не можете, потому что здесь нет юридического органа, чьё решение оспариваете. Горком КПСС, он как общественная организация поручил своим представителям, тоже коммунистам в предприятии, уговорить, послать директора в колхоз. Что вы будете оспаривать? Они как члены коммунистической партии с ним поговорили, а он принимает на себя уже ответственность, как директор. Весь риск берёт он, понимаете? И оспаривается уже его решение, а не решение горкома партии или ячейки партийной. Это группа товарищей, как секта, понимаете, с которой не спорят. Так оно устроено было. Судиться-то не с чем было. Вы поняли суть механизма? Или ещё раз объясните? Поняли, да? Второй механизм правовой, который был, институт уполномоченных. То есть, когда закон надо было нарушить в интересах дела, то просто наделялись теми или иными полномочиями люди, которым давалось право нарушать закон. И их посылали, как надо, так и делай. Скажем, когда колхозы организовывали, сам принцип колхоза, он же нарушает Конституцию, правила того времени. То есть, у крестьян отнимают имущество, законное их имущество отнимают, отнимают коров, прочее всё, забирают в колхоз и заставляют их работать фактически бесплатно. По закону здесь не сделаешь. Поэтому посылали уполномоченных 25-тысячников, обычно из рабочих, давали ему маузер, разрешение стрелять, кого он считает нужным, отдавать под суд, кого он считает нужным, посылать в Сибирь, кого он считает нужным, и давали полномочия. Делай, что хочешь, чтобы в таких-то деревнях был колхоз. Он и делал, что хотел. И это продолжалось все годы советской власти. Скажем, вплоть до распада СССР, до 1991 года, в каждом колхозе или совхозе три раза в год появлялся уполномоченный. Первый раз на весенний сев, второй раз на уборку урожая, третий раз на подъём зяби. То есть, считалось, что есть система управления в колхозе, собрание, председатель, директор совхоза, но они сами не справятся. Надо, чтобы из города приезжал уполномоченный, который имел право отменить приказ любого из этих людей, выборных или назначенных, заниматься их ресурсами, перераспределять, скажем, сказать, что вот этот трактор мы сегодня используем на другом. То есть, вообще-то ресурс колхозный, трактор. Он мог его перераспределить, людей перебросить. То есть, отменял руководство, брал это на себя. И ничем за это не отвечал. Подменял руководство текущее. Или, скажем, совсем недавние годы, вот относительно недавние, банковская реформа в Советском Союзе как шла. Последние годы СССР, то есть уже при Горбачёве, когда менялась банковская система. Банковское законодательство очень сложное, и чтобы провести реформу, надо было кучу всего менять. Сложно, дорого. Поэтому они поступили проще. Они прислали, Госбанк СССР прислал во всех области людей с полномочиями делать, как считают нужным, но чтобы сделать банковскую систему согласно новым направлениям. От меня не обращая внимания на инструкции, законы и прочее. Была хвалебная статья в газете «Правда», я её помню, я её читал, и называлась она гордо. На смену воруху бумаг придут уполномоченные. То есть придёт туда толковый мужик, который сам всё знает, как делать, наплевав на закон. Так они и работали. Ну и, наконец, третий механизм неправового регулирования это принцип революционной слесообразности, то есть сознательный отказ от закона в пользу интуиции. Считалось, что закон отстаёт от жизни, он не то даёт, а интуиция, революционное правосознание, оно вернее работает. Скажем, вот недавняя эпоха, которую вы помните, кризис 1998 года, так называемый дефолт, застали вы его. К тому времени уже было развитое законодательство банковское, переведённое с англосаксонского права. Согласно этому закону, в соответствии с Конституцией, если банк взял у физического лица вклад денежный и его не возвращает, то любой вкладчик вправе подать заявление и суд по этому заявлению обязан арестовать активы банка, то есть не позволять размазать имущество банка, что пока он со вкладчиком не рассчитается. Закон однозначный, толковать тут нечего, он предписывал однозначные действия. Вам не выдают вклад, активы арестовывают. В августе 1991, как вы знаете, банки массами не выплачивали вкладчикам деньги. Вкладчики толпами шли в суды и подавали заявление в суды. Как поступали суды? У них ведь не было вариантов, они были обязаны арестовать активы. Вместо этого суды доставали бумагу, список, потому что Центральный банк прислал им список системы образующих банков в каждой области свой. Это банки, активы которых трогать нельзя, потому что эти банки имеют большое значение для расчетной системы Российской Федерации. Через них платежи проходят. И хотя в законе четко сказано, что вы обязаны арестовать активы, если банк не дает вкладчику деньги, не возвращает, но они наплевали на закон судей, потому что Центробанк считает, что этот банк вот важный, его надо спасать. Наплевать на закон, на вкладчика, и у них просто не принимали заявление. Это было не так давно. Это абсолютно вопиющее нарушение закона. Ни один судья за это не был наказан. Это абсолютно не правовое регулирование. Вот это наше время уже почти. Эти те же судьи до сих пор работают. И Центробанк тот же самый. И подходы к жизни те же самые. И случись новый кризис, вы что думаете, кто-то будет соблюдать закон? Я уж не говорю, там дело Ходорковского, целесообразности и прочее. То есть целесообразность важнее. Итак, подытоживая. Если мы берем западные модели управления, подытоживая правовые аспекты, там что у нас? Начальники, у них есть права и обязанности, начальники пользуются правами и исполняют обязанности. Подчиненные также пользуются правами и исполняют обязанности. Если мы возьмем восточные модели управления, там начальники пользуются правами, но не имеют обязанностей перед подчинёнными, а подчинённые не имеют прав перед начальниками, но они и исполняют обязанности. Но так или иначе, там и на Востоке, и на Западе законы и обычаи соблюдаются и начальниками, и подчинёнными. В России ситуация более кудрявая. Здесь начальники злоупотребляют правами, не исполняют обязанностей, подчинённые злоупотребляют правами, не исполняют обязанностей, и в целом законы нарушаются и начальниками, и я вам мешаю, я не знаю, как не стоять, чтобы я мог переставлять. Я тогда буду перемещаться. Что-то вы молчите, в чем дело-то? Вопросы есть? Я могу долго говорить, может, тему сменить? Продолжать или нет? Хорошо. Каков механизм смены режима функционирования? Как вообще переход от этого маятника, как переход маятника идет из одного режима в другой? Как идет переход от застойного стабильного периода в нестабильный кризисный? Когда очень длительный период застоя, гипертизации, идеологизации общественной жизни, то система постепенно уже теряет способность самостоятельно перейти в нестабильный моделизационный режим. А у этих двух режимов разные функции. В стабильном режиме, в застойном, задача количественный рост, а в кризисном, нестабильном, задача качественное развитие, освоение, изучение нового. Так вот тогда какие-то внешние факторы запускают специально встроенный механизм принудительной смены режимов управления. У нас в нашей модели управления встроен режим, как перейти из одного режима в другой. Он есть, его что-то запустит. Либо случится проигранная война, либо революция случится, либо реформы, которые сорвутся с места. Что-то случится, но заставит людей перейти в другой образ жизни. Всегда случается. Скажем, при Горбачеве это было падение мировых цен на нефть, которое вынудило власть искать новые подходы к управлению. И происходит массовый отказ от действующего набора стереотипов поведения. Люди вдруг лавиной переключают в голове этот самый диск с одного на другой. Скорости переключения огромные. Скажем, по опросам Левада-центра, он на счёт этого не назывался Левадой, а это был центр во главе с Левадой, социологический, в 89-м, по-моему, году количество людей, которые на вопрос о том, что плановая экономика, социалистическая идеология, это помогает развитию страны или нет, это хорошо или плохо, так вот количество людей, считающих, что это разрушает экономику и ведёт к худшему, а не к лучшему, за полгода выросло в 7 раз. Представляете, какая революция в МАХ? Вот это период, когда люди массово переключали режимы. За полгода в 7 раз выросло число людей, настроенных против социализма. Союзники стали врагами. Нечто подобное случилось после 24 сентября 2011 года, он в меньший процент, не в 7 раз, когда прошли протесты в Москве. И вот сейчас этот механизм массово раскручивается в провинции. Вот мы сейчас живём в этом периоде, когда люди готовятся к переходу в нестабильный режим. Вот мы это чувствуем. Сейчас? Да вот он сейчас идёт, этот период идёт. Это может разгореться через полгода, может через год, может через два года, но вряд ли больше. Я думаю, что это очень быстро. Это уже случится. Переход нестабильный. Что случится? Я думаю, что начнётся с выборов. Либо это будет массовая фальсификация в Москве, либо, наоборот, неблагоприятные для власти итоги выборов нефальсифицированы где-нибудь в большом городе. Екатеринбург, Новосибирск. То есть что-то, да, я думаю, начнётся с фальсификации выборов. Просто в 2011 году мало народа переключило ещё рычажок. Это была Москва, Питер. В провинции по барабану ещё было большинству. Сейчас этот процесс идёт, вымывание лояльности власти, оно идёт катастрофическими темпами, просто катастрофическими. В провинции я это наблюдаю. Потом люди сытно живут уже сколько, 15 лет, как-то соскучились по приключениям. Ну, получат. Это видно по стереотипу поведения, по реакции на те или иные действия властей, по бытовому разговору, по общению людей, по отношению к политике. Это видно в мелочах. Просто видно. Киров — это третий эшелон России. Москва, Питер — первый, города типа Екатеринбурга, Ярославля, Тольятти — второй. Киров — третий эшелон, им ещё год, может быть, созревать. А ещё, по-моему, вы говорите. Громче. Вы ещё говорите, по-моему, о классификации. Так есть, никаких достойных кандидатов не допустим, что-то в классификации? Возможно, просто массовая, скажем, порча бюллетеней, без проблем. Или же решатку из всех недостойных кандидатов, выберем наименее недостойного, знак протеста. Или просто массовая порча бюллетеней. Что-то может случиться, оно случится. Или крупнокоррупционный стандарт, что-то не может не запуститься. Это как в камере Вильсона, перегретый пар, он всё равно что-то сработает. Слушаю вас. Да я хотела сказать, чем выражается подказанность к инстабильности. Мне ещё предпочитать на нас, когда были такие товары, которые живают в максимальных условиях, что пошла волна, что люди готовятся и не спарятся, скажем так. И последний монстр, они говорят, что такой прибыли различных средств, обороны, которые применяют, в том, что они облики и в 90-е, нет из себя предупреждения ламывать дверь в дворце. Люди подготовились. Да. Я могу долго говорить об этих индикаторах. Самый простой индикатор появления лидеров самовыдвиженцев. Дело в том, что в русской модели управления два типа лидеров. Мы не успеем уже об этом поговорить. Лидеры самовыдвиженца и лидеры назначенца. Два разных породы. Так вот, когда происходит массовое появление лидеров самовыдвиженцев, это верный индикатор приближения нестабильности. Вот отрасль, в которую я знаю, высшее образование мне работает. Я в третьем поколении преподаватель вуза. Так вот, у нас на протяжении последних двух где-то лет полностью авторитет ректоров крупнейших вузов потерян. Слова там Садовничева и прочих, ничто. Они в отрасли не авторитетны. Но появились, кто законодатель или муд высшего образования? Это самовыдвиженцы, ректоры самостоятельных вузов, которые прорвались к авторитету. Волков, МШУ, школа управления Сколкова, он из Тольятти приехал, я его лично знаю. Ливанов, который стал министром, который поднял МИСИС. Гуриев, которого вынужден сейчас отъехать. Это Кузьминов, высшая школа экономики. Вот эти люди, они маяки. Им смотрят в рот, поддакивают. Они авторитетны, за ними следят. А традиционные ректора крупнейших вузов, они никто. И всюду есть такие... В каждой отрасли, когда появляются массами самовыдвиженцы, мы чувствуем, что все уходит. Ситуация меняется. Новые режиссеры, авторитетные. В каждой сфере такое свое есть. Сейчас происходит массовое выдвижение лидеров общественного мнения, блогеров, прочих писателей. Вот это сейчас подрастает. Мы это видим. И так происходит отказ от действующего набора стереотипов поведения. И активизируется набор другого режима, кризисного. Люди меняются. Наступает нестабильный режим функционирования системы управления. Как происходит этот переход сверху, если он идет сверху? Есть одну ноу-хау у русской модели управления, которого нигде больше, ни в одной стране я не обнаружил как систематического явления. У нас есть параллельные структуры управленческие. Рядом с руководителем, официальным выполняющим обязанности, находится еще параллельный руководитель. Посмотрим по эпохам. Берем времена до Петровской Руси. Как осуществлялось управление со времен Ивана Грозного? Иван Грозный, как известно, изобрел, говоря по-современному, отраслевой принцип управления. Вообще много чего придумал. Человек-то был толковый, хотя редкая сволочь. Так вот, каждой сферой деятельности, каждой отраслью руководил приказ, министерство, говоря по-современному. Во главе приказа стоял реальную работу, организовал думный диак. То есть человек, который происходил, как писал Курский, из простого всенародства, отраслевой специалист. Он мог быть даже и не боярином. Человек, который вырос в этой отрасли, он знает, скажем, и он руководитель, он организует эту деятельность. Но за эту отрасль перед царем отвечает не он, и в боярской думе сидит не он, а сидит знатный боярин, думский боярин, который за отраслью присматривает. Итак, работу организует и делает думный диак, а рядом с ним параллельный руководитель, думский боярин. И думский боярин в праве, в случае чего диака отстранять, он присматривает за отраслью, такая как бы параллельная влета власти. Если мы спускаемся на другие уровни, вот, скажем, в петровские времена, кто руководит в провинции? Воеводы. До реформы Екатерины II, до появления губернии, это были воеводы. Воевода всей полнотой власти обладает. Но в том же городе, рядом с воеводой, живет фискал, задача которого писать доносы на воеводу. Фискал не подчиняется не только воеводам, фискал не подчиняется никому в стране, кроме оберпрокурора, человека второго как бы в государстве. И вот задача фискала писать доносы и ограничивать воеводы, это параллельная власть. Если воевод изорвался, в смысле воровства, или просто он хромолу допускает, или не выполняет указов государевых, то фискал его съедает с потрохами и берет на себя управление. Ну не берет, он просто отстраняет его. Причем фискал официально свободен от наказания за ложный донос. Да. Если он напишет неправду, клевету, за это ему сказали, ничего тебе не будет. Главное, чтобы ты увидел, когда реально что-то есть. Напишешь лишнего, не страшно. Накажем, если ты не углядишь, что страшно. Берем в советские времена армия. Есть командир, военный специалист. И есть рядом с ним красный комиссар с маузером. Задача комиссара это параллельная власть. Приказ командира без подписи комиссара недействителен. Комиссар параллельная власть, которая следит с точки зрения идеологии, а правильно ли ведет себя командир. И если что, комиссару показалось, что командир не разделяет идеологических принципов или действует в ущерб советской власти целям революции, он либо его пристрелит, либо просто отстраняет от власти. Это параллельная власть такая существует. Если мы говорим о экономике в советское время, на каждом предприятии и учреждении есть директор, а рядом с ним есть параллельная власть, портком и секретарь порткома. Секретарь порткома не отвечает за план, за качество, за вал, но он, как параллельная власть, может отстранять директора, отменять его решения. Если, скажем, секретарь порткома собирает собрание коммунистов этого завода или учреждения или института, и они на собрании выгоняют директора из КПСС, он автоматически снимается из должности. Это параллельный ветвь власти. Без нее русское управление не работает. Высший уровень советского времени министр, отвечающий за отрасль, а рядом с ним начальник зав. отраслевым отделом ЦК. То есть есть министерство, которому подчиняются заводы, все пароходы и так далее. А в ЦК КПСС есть отраслевые отделы, параллельные министерства. И зав. отраслевым отделом представляет перед политбюро, как точно думный диак и думский боярин. Та же самая система. И ЦК, отраслевой отдел, скажем, есть министерство иностранных дел, а есть внешнеполитический отдел ЦК, который присматривает за министром иностранных дел, может его спокойно согнать. Как вот в Боярской думе. Без этого система не работала. В наши дни есть в областях губернаторы, которые отвечают за все. А с губернаторами кто присматривает? Представитель президента, федеральный инспектор, который не подчиняется губернатору, который копит на губернатора всякий компромат, охотно принимает всех жалобщиков, все записывает, фиксирует, связан с силовыми структурами, отвечает за выборы, и в случае чего отстраняет губернатора. Для того и поставлено. Как фискал, при Петре Первом, как параллельная власть. Задача параллельных структур в случае необходимости войны, революции, провала плана, что-то еще, неприятности разных, кризисов финансового, подменять с собой официальную власть, отстранять ее, заменять. Следить за тем, чтобы текущая вертикаль власть, основная, всегда работала на интересы системы управления. Это как бы второй скелет, вторая нервная система, второй скелет есть у нашей модели управления. И в случае необходимости переводить в аварийный режим. Эта задача для них и существует. Вот скажем, аварийный режим, сейчас вот нет войны, но аварийный режим в губерниях, это выборы. Я работал одно время с советником губернатора области по экономике. Я понимаю, что выбор, это как режим войны нашего времени. Вот на что настроена вся ведь власть. Когда проходят выборы, то все переходят на казарминные фактически положения. Губернатор, на него доводится задание, какой процент голосов за партию власти надо обеспечить, кого надо провести. Он там не спит, не ест, остальным спать не дает, а за ним присматривает федеральный инспектор, представитель президента. И в случае чего подменяет его и берет все это на себя. Его задача мобилизовывать. Мобилизовывать прессу, избиркомы, все на свете, вплоть до транспорта. Это режим войны. Итак, нестабильный режим функционирования модели управления. Реформы, кризис, перераспределение ресурсов, жертвы, потери. Люди устают. То есть мобилизации, репрессии и так далее. Люди от этого устают, нищают. Наступает усталость, страх, нехватка ресурсов, неизбежная. Потому что, когда реформы длятся долго или преобразование, то, скажем, при Иване Грозном, там полстраны опустело, куча людей разбежалась, огромные людские потери. При Петре I территория страны выросла, а население уменьшилось на 20%, потому что налоги в 5 раз выросли. Представляете себе? При большевиках людские потери вообще колоссальны. Десятка миллионов умерились. Сталинские реформы, их цена. Реформы 90-х очень дорого всем стоили, сами знаете. Потери части территории страны, обнищание. 40% населения страны сменили профессию. Из конструкторов, преподавателей, музыкантов, врачей ушли в челноки, менеджеры по продажам, продавцы. 40% населения страны. Тяжелая реформа. То есть страх, нехватка ресурсов наступает, и страна начинает приспосабливаться к новому системе, делая нестабильный кризисный режим более стабильным, спокойным. По двум каналам это идет. Сначала снизу, на уровне населения. Люди приспосабливаются к нестабильности и вырабатывают технологии уклонения, выживания и уклонения от мобилизации. При Иване Грозном и Петре I просто убегали с территории, где берут налоги, туда, где еще не пришло государство. У нас страна самая большая именно поэтому. Потому что на востоке-то ведь в Сибири что, завоевывал царь? Да нет, конечно. Нет, конечно. Сибирское ханство захватило частная армия человека, находящегося в розыске, мы знаем, Ермака Тимофеевича. Это частная инициатива была его. А дальше шли уже, просто убегали от царя, убегали от налогов, от подотея, от рекрученных, просто уходили, и в среднем на большей части русской истории два поколения успевали вырасти на той земле, куда пришли люди, и еще не пришло государство с налогами. А потом, когда приходил государство, они шли дальше, пока не уперлись в Тихий океан. Так оно произошло. В более поздние времена, скажем, люди по-другому приспосабливались. Скажем, вот когда пошла продразверстка, просто сеяли зерна по минимуму, чтобы не отняли, а жили с огорода. Сталинские годы, сталинские хрущевские годы, когда в колхозе было невыгодно работать, люди работали бесплатно на здание. Люди, в конце концов, через первые пять лет колхозной жизни поняли, работать глупо в колхозе, там не кормят. Поэтому в колхоз они приходили, когда заставляли, спали, насиновали, ничего не делали, а копили силы. Вечером на своем приусадебном участке работали, работали, выращивали картошку, там, коза своя, выращивали, с этого жили, с огорода. То же самое на предприятиях или в институтах, в организациях, в учреждениях. Директор завода понимал, сколько бы я не платил своим рабочим и инженерам, у них, если они получают большую зарплату, у них государство пристание всю эту зарплату забирает займами, поэтому вместо того, чтобы повышать официальный фонд зарплаты, директор завода или директор института, там, учреждения, он получал, выпрашивал себе какой-нибудь убитый, совершенно лежачий колхоз в качестве шефской помощи. В этом колхозе людей посылал на работы, они там выращивали зерно, выращивали картошку, содержали фирму по очереди, из цехов, из участков, с кафедр ездили. И все эти продукты бесплатно везли, кормили колхоз в своей заводской столовой. И даже пайки давали на дом для членов семьи, то есть спасали от голодной смерти. То есть директор завода спасал персонал не повышением зарплаты, которую заберет государство, а тем, что натурально они кормили себя. Приспособился организация? Приспособилось, так они и жили. Это спасло очень многие учреждения и организации, иначе просто вымерли бы. И в каждом конкретной сфере люди приспосабливаются и, как правило, побеждают государство. Например, вот мобилизация в армию. Сейчас, не сейчас, пять лет назад в армию шли служить восемнадцать процентов от тех, кто должен. Сейчас, я думаю, меньше десяти уже. Но народ победил вообще государство, согласитесь. Уже в этой сфере победил. Так ли? Во многих других так же. Нас не сильно ухватишь. Да никак нас не ухватишь. С ЕГЭ сейчас начинают уклоняться. Придумаем, короче. Это, то есть, снизу происходит массовое приспособление освоения людьми навыков выживания в условиях мобилизации и нестабильности. А сверху начальники тоже устают от репрессий и вырабатывают технику административной безопасности, как выжить в условиях репрессий, как уклониться. Ну вот, скажем, как это произошло при Сталине? Ну, там, вы сами знаете, что мало кто пережил тридцатые годы из начальников больших, из наркомов и командарма. Они устали от этого и отчаянно искали способ выжить. Вскоре после войны нашли способ. Наркомы, говоря по нашему министру, то есть, они догадались, что надо наказывать за индивидуальные решения, которые начальник, то есть, Сталин посчитал ошибкой. Поэтому они стали избегать индивидуальных решений и стали посылать решения на согласование. Скажем, нарком тяжелой промышленности должен выбрать место для строительства нового завода. Он думает, выберу не там, потом посчитать, что я ошибся, еще и расстреляю. И он говорит, я выбрал место, я хочу согласовать решение с наркомом пути сообщения. Будет ли он, обеспечит ли подвоз? Посылает наркому пути сообщения. А тут тоже не дурак, последнюю подпись ставит. Он говорит, да, но здесь нужны финансы, еще к какому-то, а тут к еще какому-то. И в конце концов, когда решение принимается, под ним уже там 20 подписей разных наркомов. И если потом Сталину показалось, если там Берии, что решение ошибочное, а кого расстреливать-то? Всех 20, что ли? Решения стали коллективные. Сталин понял, что происходит что-то неприятное. Он обозвал эту систему центростопом и пытался с ней бороться, но уже годы были идти, он ничего так и не придумал. И масштаб репрессий в последние годы жизни Сталина резко пошел на область. Он потерял механизмы. А во все это отдельная тема. Бюрократия расцветала в русской истории всегда на выходе из нестабильного периода. То есть это защитное средство госаппарата. Вот скажем, лихие ельцинские 90-е привели к тому, что бюрократия в отношении к доле населения выросла в два раза с советскими временами. То есть страшная бюрократия была в два раза меньше количества, чем бюрократия сейчас. В два раза. Конечно. На выходе из кошмарных времен, скажем, кошмарных для госаппарата Петровских бюрократия выросла очень сильно. На выходе из времен Ивана Грозного каждый раз бюрократия вырастает, когда она как бы спасает бюрократию, это механизм защиты чиновников. Во всей эпохе так оно было. Да, размывание ответственности. И вот по моим подсчетам приблизительным вот эта система согласования центростоп, она после периодов после смерти Сталина каждые 10 лет она опускалась на еще один период, на еще один уровень управления. Скажем, при Сталине только наркомы владели технологией согласования и вышли из-под репрессий. При Хрущеве уже главки промышленные вышли из этой системы. Главки это объединение предприятий под отрасли. При Брежневе уже отдельные предприятия освоили механизм согласования и там, куда пришел механизм согласования, там уже работы не было. Все только согласовывали все со всеми. К периоду, когда Горбачев пришел к власти, по моим наблюдениям, а я вообще всю жизнь занимаюсь промышленностью, у меня диплом по промышленности и диссертацию у меня по промышленному раздельному труду на заводе. Я немножко понимаю в заводах, как меня для этого учили. Так вот, где-то половина примерно заводов уже освоила механизм согласования, уже не работала. А половина еще работала там с накачками, с планерками, с бессонницей под план. Но основной, скажем, если при Сталине еще были целые передовые отрасли, передовые министерства, то потом они втянулись в механизм согласования и при Хрущеве уже не было передовых отраслей, но были передовые предприятия. А если вы почитаете газеты Брежневских времен, вы не обнаружите там передовых предприятий. Там почти уже коллективы цехов, участков, то есть они еще были работоспособны. Еще бы 10 лет залежились в перестройке и уже остались бы работоспособны только бригады и участки, уже и цеха были бы все дохлые. Уже не было там работы. Этот вот стиль я его в лицах наблюдал. Так оно происходило. Ну так и вот в каждую историю, в каждую эпоху можно наблюдать свои технологии, как начальники уклонялись от мобилизации. Скажем, после Петровских реформ дворяне сумели пробить разрешение освобождения от службы, манифест о вольности дворянской знаменитой. Ведь при Петре дворяне были вообще крепостными государством, они с измельства служили и до полной непригодности, пока он не дряхлый старик, он не имел права уйти со службы и все эти поместья. Это были крепостные. А тут их освободили от этого. И во все эпохи, скажем, по нехватке времени я не могу рассказывать слишком долго, но во все времена в русской модели управления начальство ухитрялось после периода реформ найти способ передохнуть, вздохнуть, отдохнуть от этого дела. Ну, приспосабливаться. Так оно и происходило. В конце концов, происходит отказ от аварийно-мобилизационных стереотепов поведения, и страна втягивается в систему стабильную, застойную. Как вот мы с вами наблюдали это в начале 2000-х. Это вот на моих глазах происходило. Я знаю, как это было в лицах. Ну, примеров могу множество. Скажем, налоговая полиция в 90-е годы, когда денег не хватало в стране, то была создана репрессивная, опричная структура налоговой полиции, которая должна была за недоимки перед бюджетом, то есть предприятие не платит бюджет, поэтому налоговые полицейские в масках могли вламываться в кассу, забирать деньги, векселя, выносить оргтехнику, чтобы пополнять бюджет. Как раз, опричная структура во времена нестабильного периода. За 2-3 года на моих глазах она превратилась в структуру согласовательную. Вот, например, вот я сижу на дирекции завода, финансовый директор отчитывается, говорит, удалось достичь договоренности с налоговой полицией, что они счета нам разблокируют, а завтра после обеда они вломятся в кассу, там на видном месте будет лежать вексель Сбербанка на 20 миллионов, тогда будут другие деньги. Этого им хватит на полгода, чтобы не приставать. Договорились, все нормально. вломились, а, знаете, со стороны глядишь, ну, там, спецоперация, все согласовано, уже нормально. То есть налоговые полицейские поняли, что пытаться разыскать скрытые активы предприятия долга, хлопотно и нервно, гораздо проще договориться, и себе интереснее, и для кармана интереснее. Так оно и пошло. И опричная мобилизационная структура за 3 года превратилась в структуру застойную, согласовательную, глубоко коррупционную, глубочайшим образом коррупционную. Я живу в доме, где дом такой, ну, хороший дом там в центре города с гаражами, там 10 квартир во всем доме. И в этом, из 10 квартир, когда я его квартиру купил, это был как раз 2000 год, 3 квартиры принадлежали официарам налоговой полиции. После разгона налоговой полиции я ни одного из них не видел за какой-то смыслной деятельностью. Не было необходимости. Та еще структурка. Или пример, скажем, футбола. Я работал тогда на шинном заводе, а у шинного завода был клуб высшей лиги, шинник такой футбольный. И мне пришлось проводить его реорганизацию не футбольную, а реорганизацию всей системы хозяйственной. И я обнаружил, что футболная это не конкурентная среда. Что вы, там все в режиме согласования. Оно происходило на моих глазах. То есть, если какая-то команда пытается занять более высокое место в лиге, не договорившись с судьями и со всей лигой в целом, как с системой, ее начнут гасить и из лиги вышибут, как это с шинником и произошло. То есть, надо договориться, если ты не будешь продавать одни матчи, покупать другие, то вас все будут гасить, вся лига, все конкуренты и судьи тоже. Причем, если, скажем, две команды договорились о таком-то результате матча, а судьям не заплатили, судьи видят, что мимо клюва деньги принесли. Судьи начинают портить матч, назначают пенальти, не дают играть. В конце концов, тренера видят, что нет, ребята, надо сдаваться. И в перерыве, скажем, идут в судейскую, заносят. Хорошо, занесли в судейскую, судья в поле не мешает. А судья на линии, который офсайт показывает, ну, это мимо клюва пронесли. Он начинает портить матч, он поднимает офсайт к месту и не к месту. В конце концов, судья в поле понимает, да, надо сдаваться. Идет, делится с судьей на линии. И вот, ну, все со всеми договариваются. Ну, все со всеми. В конце концов, через два года игры, даже если купили легионеры из дорогого клуба на Западе, через два года он уже разучивается играть, потому что он знает, что сегодня им дают одну установку, завтра другую. Говорит, первый период играй, второй не играй, потом вдруг случайно забили лишние голы, ему там дают знаками вообще, не приходи в штрафную, штрафную тебя не было. Только на заключительных фазах некоторых клубов, все-таки я немножко знаю, я знаком с тренерами, ну, спрашиваю. В хоккее вообще не так, кроме плей-офф, а в футболе все-таки это не так. В футболе? В футболе нет. В футболе нет. В футболе нет. Во всяком случае, Путин, когда ему послал туда Фродкова начальником налоговой полиции, назначил разобраться, что можно с ними сделать, тот пришел и сказал, нереформируемо. И пришлось налоговую полицию закрыть. Вообще. Ее преобразовали на контроль, но все оттуда уходили. У меня вот все это время треет вопрос. Выходи, скорее, это исключительно, но очень важно. Если Россия, получается, на протяжении всего времени, тысячи лет, к сожалению, не знает никаких других моделей и режимов, кроме как стабильный застой и выход из стабильного застой что тоже чаще всего революции и нестабильнее, какие-то помехи и ничего хорошего тоже не течь. Что-нибудь. Можно ли надеяться, что что-то такое произойдет, что появится какой-то третий, более благоприятный для народа режим существования, как в других видимых странах? А почему вы считаете, что это наш способ жизни? Смотрите, страна, по уровню дохода. Страна, получается, тоже с этим свекся, он просто выживает. Он не свекся, а народ это и генерирует. Студент в сессии, его же никто не заставляет не учить в семестре. Он сам в семестре собака не учит. А это наша система, она нас устраивает. Она нас устраивает. У нас есть выбор, вы можете найти себе организацию, где режим другой. Я рад за вас. Я рад за вас. Мое мнение. Эта система неплоха и нехороша. Она такая. Эта система не хуже других, потому что она позволяет уже в течение тысячи лет иметь большое государство с нормальным уровнем жизни сейчас. Но мы по уровню дохода средняя вполне страна. Живем получше, чем работаем. Скажу прямо. Живем получше, чем в среднем работаем. В расчете на единицу интенсивности русские получают больше, чем в среднем по миру. Существенно больше. Потому что разница производительности у нас с Европой в 4-5 раз в большинстве отраслей. А по уровню жизни 1,5-2 максимум. Чувствуете разницу? Нефть и газ. Нет. Все остальное придать. Нефть, газ, услуги. Это мы производим. То есть мы работаем гораздо хуже, чем живем в соотношении. У русских хорошо получается то, что требует перехода из режима в режим. Скажем, проектная работа это наше все. Разработать новые изделия, спутник в космос запустить, отладить новую модель театра типа МХАТа, запустить какой-то проект, провести предвыборную кампанию. Вот что-то такое, что имеет горизонт. Собрать временную команду матричной структурой, с ней отработать и потом разойтись. Это наше все. Спектакль поставить в новой форме. Построить в чистом поле что-нибудь. Это наше. Но надеяться, что мы поставить на конвейер Жигули и обновляя ее из года в год делать хорошо, это, ребята, не наше. Не надейтесь. А вы же говорите, что не было бы нехорошо, что эта модель работает. Но если посмотреть в первую очередь человеческую материю, то есть, что вы не знаете, когда петровские племена, птички, ну, там, сталинские репрессии. Собственно, вот этот промышленный рюбок, индустриализация, он же был понятно за счет того, что построили. Как можно, зная вот эту цену, говорить, что эта модель неплохая, нехороша, а просто она такая, мы с ней живем. Ведь мы как бы провели в скандином, но не. А получается, что это все облачивается только вот если мы идем на жертву человеческой. Да. Как студент, который в конце концов сдает сессию, это оценки оплачены невыносимым напряжением сил, срывом. Но как же тогда можно говорить, что система неплохая, она уже живет тысячи лет, она такая. Дело в том, что есть виды деятельности, где эта система очень хороша. Вот та же проектная работа. Здесь хорошо работают русские. проектная работа на государство в целом, нам будет так сказать, что она не может быть в этом. А в крайнем случае, есть ли у нас не обязательно, что у нас полстровы, я не знаю, поряжутся на военном поле, чтобы мы выиграли почти проигранную войну? Дело в том, что люди умнеют, и страна умнеет. Заметите, насколько мягче прошли реформы 90-х, чем реформы сталинские, уже без больших людских жертв, только с территориальными, денежными и нервными. Я думаю, следующая реформа будет еще мягче. Умнеем помаленечку, умнеем, но все-таки надеяться, что мы будем так же равны. Понимаете, это очень долгий разговор. Время, которое вы мне отвели, оно закончилось, уже полтора часа. Я готов, могу целые сутки разговаривать. Дело в том, что механизм, при котором одновременно в одну и ту же точку времени можно проводить и количественное расширение, и качественное развитие, этот момент прошел в Западной Европе где-то по моим подсчетам в большинстве стран в 14-15 веке. До этого там тоже были другие чередования, но они освоили, они как бы провели разделение функций. В западных обществах есть мелкие структуры, которые проводят инновации, и крупные, которые на конвейере это делают. Скажем, мелкие политклубы вырабатывают новые идеологические концепции, а крупные политические партии, как заводы, это собирают избирателей. Мелкие подпольные андерграундные театры вырабатывают новые модели театральной жизни, а крупные большие театры, в том числе репертуарные, они это гонят в массы. Подпольные арт-студии вырабатывают новые способы, а Голливуд это тиражирует по всему миру в огромном количестве фильмов. Кто-то разрабатывает в небольших фирмочках новые модели продукции, и ноу-хау крупным компаниям, они ставят на конвейер, как компьютеры или General Motors и гонят по всему миру. У них разделение функций. Понимаете? То есть одни мелкие изобретают, а крупные это делают. Вот чтобы эту технологию освоить, это столетия, столетия, столетия. Я думаю, что Россия не пойдет этим путем, потому что выгоднее использовать уже сложившиеся западные структуры, выгоднее сразу туда влиться. То есть нашим мелким фирмам, типа, не будем показывать пальцем, выгоднее напрямую работать на мировой рынок, чем строить под себя эту систему здесь. Проще сразу подавать? Да, проще сразу. Это проще. А вы так и будем средиевым? Почему средиевым-то? Мозговым тоже? Ну а что тут? Весьмок уже практически уехал. Да, на Казахстан. Ну вы знаете, история что говорит? Были страны, из которых мозги уезжали лет 300, они не стали глупыми. Скажем, из Англии 300 лет уезжали, 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 все равно Англия страна такая цивилизованная. И не без креатива, вы знаете, не без креатива Англия. Уезжали в Англию, а уезжали с традицией. У нас традиции в любой стране остаются. Ведь сколько уехало из Англии, страшно сказать. Из Италии уехало, я не знаю, почему уезжали из Италии лучшие. Сказать, что Италия такая страна, приличная страна, вы знаете. Из Испании вообще больше, чем из Испании, я не знаю, откуда уехала. Испания вообще вся переехала с 15, 16, 17 века, ехала массами. Конечно, страна потеряла все-таки мозгами, но сейчас она не такая уж дикая. А уж из Ирландии уехало три четверти населения. Три четверти уехала из Ирландии. Сказать, что человек такая скотина, которая все время восстанавливает свой потенциал. То есть все вообще не страшно? Не так все страшно. Я в долгосрочном плане оптимист. В долгосрочном плане я оптимист. К сожалению, у нас в русском модели управления я насчитываю 19 принципиальных особенностей. Мы кратко поговорили о трех. Это просто очень долгий разговор. Я у вас, конечно, не могу сложиться полного представления. Я и так предельно быстро говоря, быстрее, чем я обычно. Я пытался втолкать вам максимум информации. Но это там процентов 8 того, что хотел бы сказать. Ну, поскольку вы выросли в России, вы и так все знаете на уровне печенка, вы понимаете, как это. Вы же знаете. Спасибо огромное за внимание. Я очень рад был с вами познакомиться под час. Спасибо. Надеюсь, еще увидимся.